Понимаете, существует 10 признаков, меняющих жизнь человека, и все эти 10 признаков сильно напрягают. Ну, допустим, если ты будешь кушать, допустим, решил не есть яблоки, кто-то заметил? Нет. Решил не есть, допустим, не пить молоко, кто-то заметил? Нет. А если ты решил не есть мясо, кто-то заметил? Все заметили. Потому что это ключевой вопрос движения судьбы. Вот смотрите, у людей в неверстве разум движется вниз, то есть они деградируют. У меня был один друг, он жил на пятом этаже, я на девятом. И мы с ним дружили. Он был такой красивый мальчик, и очень меня привлекал, у меня была элегантная семья такая, и в целом как бы очень приятный человек. Я когда приехал в Тольятти к своим родителям навестить, меня возле подъезда встретил один дегр. Он выглядел старым, очень таким пропитым, и очень сильно вызывал отчуждение. То есть мне тогда было, это было где-то лет 10 назад, мне было 45 лет где-то. Но этот человек выглядел на все 60, хотя он был ровесник. То есть он говорит, помнишь меня или нет? Помнишь, я на пятом, ты на девятом? Я такой говорю, бам-бам-с. Я просто глазам своим не верю. Я смотрю, просто этот человек порядочный превратился в тельмон. Это называется жизневежество. Понимаете, разум идет вниз у человека. То есть его нравственный облик, его внешний облик, его здоровье, его понимание вещей, все деградирует. Поэтому люди, страсти у них разум, как действует у людей в страсти? Он замороженный у них. Он не меняется, он находится в одной среде. Понимаете? То есть они осуждают людей в невежестве, они боятся этой среды, люди в страсти. Странятся этой среде. У людей в благости сразу, ну, что происходит? Пошел вверх. Это значит, что человек меняется. Вот он сегодня такой, завтра другой, послезавтра третий. То есть он меняется, он становится все лучше и лучше, меняется его внешний вид. Меняется его поведение, питание, меняется его отношение с людьми. Все меняется. Вредные привычки отвалятся и так далее. И страстные люди на что реагируют? На любое движение разума, вниз или вверх, они просто пугаются. Вот, допустим, если бы мясо перестали есть, это что значит? Капец. Ты же, блин, ты же, а не меня будет, ты же сдохнешь, ты че? Хотя уже все диссертации о том, что мясо, наоборот, вызывает большие проблемы здоровья. Но, понимаете, мясо, это как раз и есть та пища, которая привязывает человека к телу. Есть и вещи, которые привязывают человека к телу. И развивают телесную концепцию жизни. Означает, что человек счастье, человек себя считает телом, а не душой. Ознает, что он всегда в эгоизме будет жить. Первая вещь, это мясо. Это означает грубое наслаждение плотью. Когда человек есть мясо, он наслаждает чем? Плотью. И душа приковывается к телу, а не к духовному. Она становится эгоистичной. И дальше само слово «мя-со» на это указывает. Мя-это что значит? Мя-это я, на премьерусском. А со значит? Сотрудничество, соединение. Что со значит? Связь какая-то. То есть, похоже на меня. Мя-со. На английском. Ми. Ми-это что? Я. И-это что такое? Оно. Я-это оно. На санскрите. Мам-со. Мам означает я. Са означает похожий. Понятно, да? Я помню, был в Латвии или Литве, они сказали на английском. И точно так же. Итак, мои хорошие. Первое, что привязывает человека к телу, к телесной жизни, душа забывает про себя, погружается в пучину невежества, это мя-со. Второе, что человека погружает в пучину невежества, это разбра. А вот если человек, допустим, интимные отношения строит с близким человеком, то это не работает вот так вот. Но если у него начинаются половые связи расширяться, то человек теряет совесть, теряет нравственный облик. Он становится слюнявым, слащавым, хитрым и противным. То есть это означает, что это называется тонкое наслаждение твой, он теряет себя как душу, он теряет совесть. Это второй вид, который вызывает деградацию, это разбра. И третья штука, которая вызывает деградацию, это вино. Потому что она разжигает в человеке плотские желания. Я, говорит, вообще как бы, я, говорит, курить не люблю. Но если я выпью, я начинаю курить. А если я курю, мне хочется женщины. Что-то такое много есть, такое размышление. Или наоборот, я когда курю, мне хочется выпить. Выпил, хочется женщины. Так оно и есть. Понимаете? Расчекаются страсти у человека, спиртного. Унесет сразу, он теряет разум. Так действует карма. То есть невежественная жизнь означает сильная привязанность к этим трех вещам. Посмотреть рацион питания невежественных людей, их образ жизни, их желания. Все вокруг этих трех вещей трепется. Больше нет особо ничего интереса, нет. Итак, первое, мясо, да, десять вещей, которые сильно пугают людей. Мясо, ешь или нет. Если не ешь, значит ты пошел в благость сырого. Если ешь, значит в благость не пойдешь. Или с трудом. С трудом. Может быть, если человек молится, сильной духовной практикой занимается, и при этом ест мясо, он все равно будет развиваться. И причина заключается в том, что в Священном Писании написано, что если человеку нечего есть, в таких он районах живет, нечего есть, то можно есть мясо. Но сейчас этот закон не работает, потому что если вы зайдете в супермаркет, слово «ничего есть» отсутствует. Понимаете, если бы здесь вы жили, в этой климате, зимой, пшеница не растет зимой, только зайчики растут, да, в лесу, все, больше ничего не растет. То есть человеку нечего есть, только соленость и мясо, зимой как питаюсь. И в этом случае это все оправдано, но если сейчас другая жизнь, человек может есть без мяса, может молочную пищу, значит этот закон не работает, понятно? Не надо его, а не оправдывать себя, свое питание. Это питание приводит человека к деградации. Итак, деградации не только духовной, но также психической и физической. Когда человек ест мясо, на физическом плане у него появляется, у него страдает иммунитет, потому что мясо – это продукт самоубийства, да, запускаются процессы геморизма, то есть разрушения в организме. Эту штуку, когда ты ешь, у тебя, соответственно, так же организм настраивается, на деградацию, не на лечение. Это тонкое воздействие мяса. Депресняк на тонком плане поел, так как животное испытало очень сильную боль, во время смерти, насилие. И знайте, что когда душа вместе с телом выходит из грубого тела, ее отношение к тому, что происходит, не меняется. У меня был один очень хороший друг, монах, он заболел раком, и когда я просто присутствовал в момент того, как он оставил тело. Я увидел, как тонкое тело свернулось в области сердца, потом вышло наружу, я все это видел. И видел, как он понял себя, осознал, когда вышел наружу. И два раза пытался вернуться в тело, он туда прямо устремлялся. Потом он повис над этим другим телом, понял, что надо, чтобы другое делать дальше. Я начал за него молиться, и подключились мои друзья, которые пришли к этому делу. Мы за сутки, когда его начали сиять, пошел вверх. За сутки думали, как бы он начали сиять, пошел вверх. Представьте, человек, который не понимает, что душа не изучала это, он выходит и сделает ученый, будет думать, что он в шоке. Аж годно еще больше, понимаете, его взяли и убили просто, без всякого предупреждения, просто зверски убили его. И оно выходит из тела, и тело это становится проповедным, понимаете? В нем очень негативная энергия. И все, кто с ним соприкасаются, будут получать, так сказать, негативный результат. Понятно, да? Поэтому депрессия, когда человек наелся мясо, его прижимает, он тяжело становится. Лучше не есть эту пищу. А Задорнов сказал про яйца. С Петросяном есть диалог, напишите Задорнов, что говорит про яйца. Есть специальный иммаринский. Петросян спрашивает Задорнов, ну ладно, мясо ты не ешь там. Петросян спрашивает, ну а яйца ты что не ешь? Он говорит, ну вот, ты, говорит, оборот жрать будешь? Кто-то говорит, нет. Говорит, а яйца это оборот улицы. Понимаешь? Присаживаюсь. Ну, в целом, как бы, если говорить, яйца это продукт насилия, нет. Там нет жизни. Она не сродилась. Ну, то есть, есть оплодопровенные яйца, есть неплодопровенные. То есть, в основном, они неплодопровенные. Я не знаю, как бы, чем отличаются, это технический такой вопрос. Вот, это просто, ну, в общем, если выбирать яйца или мясо, лучше яйца. Однозначно. Олег Геннадьевич, а как быть, если муж ест мясом, без него не может? Пускай ест. А если я даже не могу его готовить, то есть, у меня варочет запаха мяса. Вы должны готовить. Понять, что человек находится на определенном этапе развития. И только вы можете его спасти. Если вы с любовью помогаете, ему терпите это все, готовите, то рано или поздно он перенит ваше, перенит ваше сознание. Но если вы прощение к нему относитесь, то у вас будет разрушена семья. Часто бывает так, что человек, получая благочестие, всегда, когда человек получает благочестие, он всегда получает вместе с благочестием также гордость. Вы помните, допустим, бегать начнет, и все, кто не бегает, для вас будут отстой. Все, кто в фитнес не ходит, будут отстой. Вы будете чувствовать, видеть сознание людей, они как вареные будут. Вот вы, допустим, на природе пробегались, все остальные для вас будут как вареные, они будут такие... И вы думаете, человек, ну как ты живешь? Да, вот, ладно, слушай. Знаете, если вы не едите мясо, все для вас будут мясоеды. Вот, если вы бросили курить, мы только бросим курить. Все, кто курит, это стоит, понимаете, для вас будет. То есть, первое, что приобретает человек, когда он переходит в благостную жизнь, он приобретает гордость, он начинает влезговать людьми. И это надо пройти. Это означает экзамен. То есть, вы должны через силу, вот этот запах... Вы должны через знание, через знание. Нет, а именно вот процесс запаха... Запаху никогда не понравится. Но готовить надо. Потом постепенно, как это событие разворачивает? Он сначала вы готовите, он видит, что вам не нравится. Он говорит, ну давай я тут покупать, но готов уже. Он покупает. И вы готовите уже без мяса. Потом он будет чувствовать, что я это не очень. Он будет стараться там на работе мясо есть, дома не есть. Потом он вообще перестанет его есть с собой. Перейдет на рыбу. Сначала на легкое мясо люди перекроют. Потом на рыбу. Потом на креветок. Потому что это менее организованные формы жизни. Чем меньше животные себя осознают, тем меньше оно испытывает страданий в момент смерти. Животные, которые общаются с человеком, больше, более, самые развитые. Они больше всего страдания испытывают. Те, кто, допустим, живут в лесу, меньше страдают. Зайчики, которые мелкие животные, еще меньше страдают. Потому что они менее организованы. Тицы, еще менее организованы. земноводные там всякие змеи, допустим, ящерицы, еще менее организованы, еще менее рыбы, еще менее организованы креветки. Это значит, что они меньше соображают просто, понимаете, меньше понимают себя, и поэтому они меньше страдают. И деревья, и растения вообще не страдают, потому что они, это есть пять уровней развития сознания. Надо сказать вам? Когда душа очень сильно, плотным слоем эгоизма окружена и сильным желанием жить для себя, то это состояние сознания называется сон без сновидений. То есть душа в таком состоянии вообще ничего не соображает. То есть это желание жить для себя так сильно бьет по башке, что душа вообще себя даже не осознает. И она рождается в растительной форме жизни. То есть она живет, но при этом толком не понимает, что она живет. Она просто себя не помнит. Понимаете? Если у дерева веточку отрезать, то оно еще сильнее растет. Почему? Потому что это немножко начинает ее пробуждать. То есть это ее тело дерево души. Перережешь веточку, она голова, что такое? И начинает лучше расти, степенопус. А так, когда он постепенно дерево, если не обрезать веточки, оно начинает становиться слабее, вьяно завитать. Понимаете? Ну, в лесу такие две все такие полдоплые. А когда он паживает, что как он паживает за греем? Он обрезает веточки. И он как-то вылезает. Активно так растет радостно. Но если у поросенка ножку отрезать, то оно не вырастает. Понятно, да? Ну, то есть, растительные формы жизни, они себя не осознают. Животные формы жизни себя осознают, но все по-разному. Чем больше себя осознают, тем больше страданий испытывает человек, когда убивают этого животного. Таким образом, есть птицу лучше, чем мясо, есть рыба лучше, чем птицу, есть креветок лучше, чем рыбу. С точки зрения сучьмы, с точки зрения белков, то же самое. Есть яйца лучше, чем креветок. Тот же самый животный белок. Но вообще, как бы, практически нет плохого. Правда, просто единственная разница заключается в том, что говорится, что животный белок надо получать из высших центров, а не из низших, когда яйца не выходят из высших центров. Они исходят из низших центров. И поэтому они осквернены, понимаете? И ты приобретаешь сознание этих низших центров, когда ешь. А молоко у коров выходит из высших центров, потому что грудь на уровне сердца находится, понимаете? Энергия сердца. И поэтому ты приобретаешь высшее сознание. Энергию любви приобретаешь. Поэтому молоко является благостной пищей, а яйца невежественные. Потому что связаны с нижними центры. Хотя насилия там нет. Просто тебя привязывает не туда, куда надо, когда ты это ешь. Но в целом, как бы, если человек есть мясо, лучше переходить на яйца. Ну, сразу грязь и выброски. Ну, то есть надо постепенно. Переходите на птицу, на рыбу, на креветок, на яйца. Креветки лучше собрать? Креветки, да. Там нет, выше, ниже. Какая естественная. Но креветки все равно не живые же. Они как бы прожают немножко от того, что они перебивают. Лучше яйца съем креветки. Яйца вообще ничего не знают, не соображают. Идите, тема тяжелая, да? Я говорю вам, что-то вам не хочется послушать. Поэтому переходим на более легкие. Я говорю вам о десяти вещах, которые влияют на судьбу и сильно напрягают родственников. Когда человек видит, что человек с этим начинает что-то менять, все напрягаются. Я вам сейчас эти десять, как бы, наименований расскажу. Первая десять, и первая вещь, это мясо. Вторая вещь, это просто освещенная пища, не освещенная. Вот принесите просто просвивку домой, дайте родственнику попробовать. Проэкспериментируйте. Если бы что-то другое привезли, он бы вообще не сферкировал. Если это просвивка и срама, он возьмет, скажет, что это? Вы ему скажете, что он говорит, я не знаю, пока я хочу узнать, что это? Потому что он почувствует такую энергию, которая меняет его разум. А всегда, как что-то воздействует на разум человека, он боится сразу. Ему трудно. Боится. Дальше, освещенная вода. Можете попробовать просто дать воды обычный человеку, освещенный воду? Он начнет пить освещенную воду. А что это такое вообще? Что за вода? Он начнет волноваться. Одежда. Вот если вы в простой одежде ходите, никто не среагирует. Если вы в рваных джинсах ходите, там, как гребешок, вот так сделали себе из волос, никто не среагирует. Но если вы в религиозной одежде пойдете, все среагируют. Почему? Потому что это сразу указывает на то, что человек на другой платформе находится в жизни. Он в другом сознании находится. И это сразу напрягает. То же самое человек, допустим, может идти как угодно, но если он идет за бутылкой, это всех напрягает. То есть он невежественной платформе находится. Есть страстная платформа, невежественная, благостная. Следующий фактор, который всех напрягает, это музыка. Вот, допустим, включайте музыку любую, какую хотите, все будут слушать, но если это молитва, сразу оп. А что это такое? Все напряглись сразу. Или невежественная музыка. Музыка тоже многим не нравится. Шансон там. Дальше храм. Сам по себе. Многие люди боятся в храм заходить. Потому что они боятся поменять свою жизнь. Так вот эти все объекты связаны с Богом. Святое место. Вот, допустим, когда в Израиль приезжаешь, там есть Иерусалим. Это святое место. Не все люди готовы туда идти. Они могут ходить куда угодно, в исторические памятники смотреть. Но прямо вот святое место, они боятся. Их они не знают. Почему? Потому что меняется их жизнь. Это сильно воздействует на судьбу. Это тяжело. Это надо быть готовым. Теоргий говорит, я не готов туда идти. Так и есть. Вот такие как бы иконы сами по себе. Вот картину, допустим, возьмите, любую картину. Даже могут быть там Иисус Христос. Но если это икона, там молились. Человеку дарит картину. Вот Иисус Христос. Повесь на стену. Он может повесить. Но если это икона, он почувствует. Скажет, я не буду эту картину вешать на стену. Почему? Потому что она меняет свою жизнь. Понимаете? То есть все эти факторы указывают на что? Они указывают на что? Что люди в страсти хотят сохранить свой статус волок. То есть они все хотят жить так, как они живут. Неважно, интересно, неважно, хорошо они живут или плохо, правильно или неправильно, важно жить как все. Вот в этой вот среде. Они боятся, они думают, что если они будут жить не как все, значит у них будет несчастье какое-то в жизни. У них что-то будет плохо, они боятся, что их уменяют. Вот это и есть жизнь страсти. Благостный человек постоянно себя меняет. И он отличается от человека в страсти. У него другая жизнь, другое окружение, другие общения, другие отношения к семье. Благостных людей есть совесть. Это значит, что они уже не беспокоятся о разврате, изменении, разрушении семьи. Бывает у благостных людей такое, но это нонсенс. Это всегда осуждаемо очень сильно. И человек такой, рано или поздно, который это сделал, будет страдать за этот свой поступок. В основном благостные люди все живут нормально. С точки зрения семьи. Вот у меня в окружении, те ребята, которые со мной вместе живут, ни одной семьи не разводились. У нас были трудности у людей, мы заботились, помогали. Вот представляете, люди, допустим, решили разводиться. Я об этом узнаю. Дальше что произойдет? Они придут ко мне на беседу вдвоем. И после этой беседы я им расскажу, что будет с ними дальше, если они разойдут. Понимаете, дальше у них выбор проэкспериментировать, проверить на своей жизни. Разбираю себя в оконоле. А они видели тысячу раз, как я попадаю в точку. И они слушают, слушают, а потом чешут веку. Думают, лучше на них разводиться. Потому что если ты совершаешь плохой поступок, всегда получаешь плохой результат. Исключений бывает. Можно, конечно, жить раздельно. Мы иногда с этим жить раздельно. И молиться, работать над собой, чтобы плохую судьбу преодолеть. И победить ее. Но знаете, есть такой интересный случай. У меня есть знакомые. В Венгрии есть такая община медическая. Там люди живут по этим законам. Бывают люди общинами живут. И в этой общине там такой закон. Если вы раздельлись, то вас выгоняют из общины без права возвращения назад. Ну, то есть, неважно, кто стал причиной развода. Ты или ты. То есть, всех выгоняют сразу. Все, кто разведен, развелся. Такое наказание. Никогда назад не вернешься. Никто тебя не возьмет. Жесткое отношение. И одни мужчины, парень с девушкой, они вдруг поняли, что они не хотят жить друг с другом. Ну, им нравится. И они в сердце развелись. То есть, они скрывали от всех это тщательно. Они жили в одном доме вместе. У них плохой период длился два года. Вот два года они так прожили. Потом они опять сошлись. Опять никто не узнал. Потом закончился плохой период. Они поменялись и живут дальше. У тебя нормально. Понимаете? Что и требовалось доказать. То есть, только судьба разлучает людей. Если это так, то потерпи. И все наладится. И так, работа над собой и правильная жизнь, это одновременно очень простая вещь. Вот все, что Егор говорит, мы сами знаем. И одновременно очень сложно. Потому что, чтобы следовать этому, нужно много раз слушать. Поэтому страстные люди слушают что-то новенькое. Они говорят, Дарья Геннадьевич, вы скажите, что-то новенькое будет? На лекции говорят, Евгения. Я тогда приду. Лагностные люди слушают не что-то новенькое. Они слушают для того, чтобы окрепнуть в том, что они знают. То есть, они слушают для вдохновения, для того, чтобы появились силы менять себя. Потому что человек, который реально работает над собой, он знает, что есть только одна проблема. Я все понимаю, что мне надо в жизни делать. А сил не хватает. Вот это и есть проблема. И слушание дает эти силы. Дело в том, что слушание меняет разум. Звук, звук связан с разумом, это самая большая сила, меняющая судьбу. Это звук. Поэтому благостные люди живут в звуке. Страстные люди живут в прикосновении и во взгляде. То есть, они мир узнают с помощью прикосновений и взгляда. То есть, взгляд связан с умом. Взгляд показывает указанную судьбу человека. По глазам можно приблить судьбу. Прикосновения связаны с разумом тоже. Но оно как связано? То есть, допустим, женщины, они стремятся к чистоте, да? Потому что у разума есть чистота, а есть сила. Две функции. Где есть любовь и есть сила. Чистота и любовь – это одна и та же для них. Поэтому женщины стремятся к чистоте, да? Потому что у них больше проницательности в разуме, больше интуиции. А мужчины стремятся к чему? В силе, да? Обеде. Так вот, знайте, что тактильное чувство связано с чистотой. И поэтому, если женщина доверилась и тому мужчине, ну, то есть, потеряла свою чистоту, в своем смысле слова, так и говорят, потеряла свою чистоту, да? Связалась не с тем человеком. То что значит? Разум ее будет тоже попран. Женщина чистоты не имеет, она не знает, что ей как жить, что делать, она ничего не соображает. Чистота дает возможность женщине понять, что происходит. То есть, она должна чисто содержать свою тактильную чувствительность. А секс – это что такое? Да тоже тактильное чувство. Это, ну, что такое целомудрие? Когда ты свое тело не доверяешь, кому попало. Разношаешься, содержишь в чистоте его. Женщины стремятся к чему? В чистоте. Одежда, чтобы чистая была, квартира, чтобы чистая была. И тело должно быть чистым тоже. Нельзя его осторонять, кем попало. Иначе ничего не получится угрожать. Мужчина стремится к силе. Поэтому он всегда должен побеждать свою жизнь. Каждый день какая-то маленькая победа. Мужчина не должен жить просто так. Он должен постоянно что-то преодолевать, побеждать. Иначе его разум ослабнет. Он потеряет силу воли. Как определить, что мужчина ослаб разумом? Он не может собладать собой. Он не может бросить пить, не может бросить курить, не может поменять свой образ жизни. Значит, разум ослаб. Еще раз повторяю, у страстных людей разум слабеет только по одной причине. По какой? Они не переключаются. Их чувство собственного достоинства, правильно сказать. Их чувство собственного достоинства работает только в сторону расходования. Они просто пашут, идут домой, там они расходуются друг на друга. И поэтому они говорят, слушай, я устал, остань от меня, дай мне побыть одному. То есть они не могут уже общаться в какой-то момент, потому что у них нет вот этого включения. Понимаете? Они не могут восстанавливаться, потому что это уже благостная жизнь. И в вершинной жизни люди быстро расходятся, потому что они просто даже не могут семью создать. И между ними люди вообще вместе не живут. Они просто сексом занимались и разбежались. Все. Страстные люди могут жить вместе, но какая у них жизнь? Гражданский брак. Означает, что они ответственность друг за другом брать не могут, потому что ответственность это уже благость, это уже совестливая жизнь. Это другая жизнь совсем. Вы скажете, как из страсти перейти в благость? Для этого надо поменять свой концепт, свою концепцию счастья. И она потом перейдет на близкого человека. Что это значит? Иди делай добрые дела. Желай всем счастья, добрые. Смотри благостные фильмы, включай духовную музыку, с молитвой готовь свою пищу. Вводи благость в свою жизнь. Не надо думать, что если я пойду сдамся в какую-нибудь веру, тогда я благостным стану. Вера взреет у человека постепенно в сердце. И вообще, если говорить о вере, о религии, да? То ее люди неправильно понимают. Что такое религия? Это просто духовное образование. Вот те люди, которые считают, что религия это что-то такое особенное, и единственное у нас правильное, это тоже страсть. Есть страстные религиозные люди. Они как бы покрыли себя религией, но живут в страсти. Это называется религиозные фанатики. Если говорить о религии, для чего нужна вера вообще в человек? Она нужна для того, чтобы постигать, как идти к Богу. Больше ни для чего, понимаете? Делать какой-то непонятный вид, какие-то ритуалы, которые никто не понимает. Это все просто страсть. Уже религиозная страсть. Благость означает изучать. Вот есть опыт людей, которые идут к Богу, понимаете? Вот это знание, и для этого нужна религия. То есть это как у института изучения духовной науки. Все. Теперь, если говорить о движении к Богу, у человека есть этап определенный. Первый этап – человек не может перескакивать через них. Первый этап – человек вообще не хочет никакой религии. Он хочет молиться Богу, как он чувствует. И не надо через это перестать его. Поэтому славьте Бога, повторяйте молитву в своем сердце. Господи, я тебя люблю, Господи, я тебя люблю. Как хотите, как вам нравится, так и повторяйте. Надо именно прославлять Бога. И повторяйте, Господи, дай мне работу. Господи, это не молитва. Молитва означает оторваться от себя, понимаете? Забыть про себя, думать о Боге. Это молитва. Второй этап развития человека. Первый этап – он просто верит Богу, как считает нужным. Он верит, как мне нравится. Он знает, что Бог есть, и я верю, как хочу. И как меня заставляет. Второй этап – этот человек начинает чувствовать, что все веры хорошие, и у него появляется другая проблема. Он не может никакую веру выбрать, потому что они все классные. Ему всем нравится, он любит мусульманские песни, мелодии, любит христианские, любит ведические, там еще какие-то, еврейские. Вот. И у него все классно, он думает, блин, все везде классно, не знает, что выбирать. И не надо ничего выбирать, потому что ты просто увидел другой мир. И смотри, рано или поздно человек сначала выбирает священное писание, а не веру встать. Потому что вокруг священного писания много-много традиций духовных. Сначала человек выбирает священное писание, ему нравится, там все написано, как ему понятно. А потом дальше уже какую-то традицию духовную. Вот такой путь. Зачем нужна традиция? Нужна потому, что нужен наставник. Вот наставников нет духовной традиции, не бывает. Если вы нашли себе наставника, у наставника, у него никакой веры нет. Это значит, вы нашли себе проходницы. Потому что человек может стать наставником, только если его кто-то выучил. А это означает цепь ученической приемственности. Это и означает традиция духовной. Любая духовная традиция имеет только одну основу, две основы. Первая основа – священное писание. Вторая – цепь ученической приемственности. Князь или православный монах, он не рассказывал, какая ли цепь ученической приемственности. Рассказывал, кто от кого дал знание, которое он не будет. Значит, это истинная вера. Две, два критерия. Третий критерий – это святость. Если святые люди есть, значит, тоже это истинная вера. И четвертый критерий – это признание, что Бог один. Четыре критерии. Признание, что Бог один – святость, священное писание и цепь приемственности. Это четыре основных критерия истинной веры. Их много истинных вер. У них всех есть вот эти четыре критерия. Если кому-то молния Божку ударила, и он написал свою Библию, то это не как. Нет цепи приемственности. Понятно, да? Мы говорим с вами о победе над судьбой. Человек в страсти не может победить судьбой. Если вы пришли к астрологу, вы живете в университете, значит, будет хуже, чем в гороскопе написано. Если вы живете в страсти, пришли к астрологу, будет точно так, как написано в гороскопе. Ничего не поменяется в вашей жизни. Если вы живете в благости, вы пришли к астрологу, все будет не так, как там написано, а гораздо лучше. Потому что все в вашей жизни меняется. Вы побеждаете свою судьбу. И жизнь в благости означает победу над судьбой. Единственное, что надо понять, что для победы над судьбой человек должен оторваться от себя. Начать что-то делать для других. А это очень сложно. Это и есть самое сложное, что есть в этом мире. Как только человек начинает действовать бескорестно, он начинает побеждать судьбу. Даже просто пробежаться, понимаете, не думая о себе по природе, это очень сложно. Вот ты бежишь о себе, начинаешь думать. А надо слушать лекцию, решать всем счастья, всем улыбаться. Но что-то делать не для себя, иначе ты не будешь лечиться. Обмен любовью с чем-то означает бескорестное состояние. Если ты бескорестным настроем, ты не будешь обмениваться ни с мужем, ни с женой. Для того, чтобы от жены получить любовь. Допустим, наслаждение с женой кончилось. Что такое наслаждение с женой? Влюбленность. Кончилось. Дальше, что делать? Надо бескорестно служить. Что знать бескорестно? Ну, как бы, кайфа нет от жены. Просто сделать доброе дело. Мы же вместе долго живем. Пускай быть счастливыми. Это называется бескорестным. И с этого момента у тебя чистое отношение к ней. Чистота проявляется. Понимаете? Чистота, глубина отношений проявляется. Это означает нормальная, нормальная настоящая жизнь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова